Субтитры создавал DimaTorzok Здарова! Профессиональный фотограф умеет много разных вещей, и не все из них одинаково полезны. Да это ж волшебство! А как еще объяснить, что ни у кого из молодежи не возникло желания накостылять этому назойливому папарацци? У парня явно были какие-то напряги при выборе профессии. Ты чё делаешь? Мы ж тебя фоткать наняли. А мама говорит, я хорошо танцую. А может это не болезнь, а какой-нибудь танец счастья? Чего? Сколько? Две тысячи баксов за час? Да я вот за такие бабки и лесгинку станцую! Хоп-хоп! Оса! Я тут подумал, а что если на самом деле фотографом на свадьбе был оператор видео? И тут откуда ни возьмись выскочил этот чувак. А сейчас мы наблюдаем за своеобразными брачными играми. Самка уже выбрала партнера, но другой совмест не теряет надежду. Хотел бы посмотреть, что у него за фотографии в итоге получились. А вообще, перенимайте технику этого джентльмена. Весна не за горами. Надо же будет как-то передвигаться через дворы и уворачиваться от собачьих подснежников. Даже с младшими братьями по разуму можно найти общий язык. И это я сейчас не про любителей всяких ферм говорю. Это ж чувака с гориллос, который сидит рядом с гориллой. И походу им есть о чем поговорить. Срамота какая! О, это хороша! Вот это кокосики! Стоп, погоди-ка! А это что за лысая мартышка с моей женой? Хотя взгляд у гориллы грустноватый. Точно таким же взглядом тупят в телефоны главные герои вчерашних вписок. Это чё, я сделал? Это тоже? Да ну нафиг, удаляй их чертям! Еще мне все это напоминает ситуацию, когда коллеги показывают тебе фотки своих детей. А вот тут мы какунькаем, правда мило? Ага, вообще супер! Хотя возможно горилла загрустила по другому поводу. Короче здесь вот так вот шлепкаешь и типа лайк. А тут прикольные цитатки и картиночки с котиками. И ради этого люди слезли с дерева. В общем надеюсь парень с телефоном не будет там долго рассиживаться. Иначе эволюция горилл пойдет взрывными темпами. Да это же гениально! Браво! Сенсация! Создан первый в мире пистолет, который не нужно перезаряжать. Мало кто знает, но военные тоже используют облачные хранилища. Только не для данных, а для боеприпасов. А может у чувака проблемы с сексом? Вот он и заменяет одиночным выстрелом своего пестика очередью из полуавтоматического. Или парню наконец разрешили пострелять один раз на полигоне. Да, не парься, стреляй пока патроны в магазине не закончатся. Вот он и придумал как погулять на всю катушку. Слон в посудной лавке это полбеды. А вот слон за обеденным столом может стать настоящей катастрофой. Слон был неправ, вот честно, не надо так. Выпил лишнего, ступай домой. Отоспись, не надо тут своим хоботом людей донимать. Кого же он мне напоминает? Пьете, да? Все пьете и пьете. Думаете, что? Кончилась Россия? А может слон обиделся на то, что ему стул никто не предложил? Ну или угостили чем-нибудь неправильным? Поляну накрыли, а меня позвать? Это что? Клубничное пирожное? Два охренели! Я ж люблю банановы! А вообще, мне кажется, что весь замес произошел из-за того, что вот этот чувак как-то криво посмотрел слону в глаза. Так что, если не хотите попасть в передрягу, вы знаете, что делать. За проезд оплачиваем! Не смотри ей в глаза! Не смотри ей в глаза! Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока! Представьте, вы делаете ремонт и ждут вас ужасные опасности и страшные приключения. Вайяр Имаджинг разработала компактное устройство Valabot DIY. На экране смартфона появятся фиолетовые контуры того, что замуровано в стене. Да перестаньте уже это делать! И вот Саймон Калыш из университета Карнеги Меллана попытался решить эту проблему, создав козлиную ногу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok